Моржи на центральном стадионе. Несколько десятков любителей обливания холодной водой стали участниками акции «Быть здоровым – это модно». На самом деле меня пригласили в роли ведущего. Я вел-вел-вел мероприятие, так заразился этой идеей. Прям еще друга пригласил, друг еще пришел, тоже заряженный такой весь. Я хочу участвовать в этой акции. Я тоже решил принять участие. Нашел шорты, тапочки. В общем, мне участники очень быстро снабдили всем необходимым и поддержали в этом. Роман Новицкий попал в число моржей спонтанно. Большинство же любителей обливания имеют стаж общения с холодной водой. Минус 10 на улице – это не предел для подготовленного организма. Минус 40. Минус 40 – это где было? В Лан-В. В Лан-В, да. То есть это одно ведро, два ведра? Два ведра. Два ведра воды? Все верно. А потом по температуре, по утрам, каждое утро два ведра воды и все. Без всяких проблем. Мы всегда готовы в течение 20 лет регулярное обливание, купание в снегу, купание в крещенские морозы. Более 30 мужчин и лишь 4 женщины решили принять участие в акции. Самой опытной, закаленной из представительниц прекрасной половины исполнилось 72. Самой юной моржихе 9 лет. Я люблю экстрим. Понимаете? Вот ставлю перед собой цель, хочу это сделать и делаю. Ну, это дает здоровье. Здоровье еще человек меньше болеет. Без кури, привет! Всероссийская спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно» проходит в семи городах России, включая Улан-Унде. Финальной точкой этой акции станет, когда участники выйдут сюда, на центральный стадион и обольют себя холодной водой. В лагере болельщиков мнения разделились. Многие просто боятся, что стресс может навредить, а не принести пользу организму. Это опасность для здоровья в нашей Сибири. Вы считаете, не такая уж и холодная погода сегодня? Хотя для настоящих мужчин, мне кажется, это хорошее испытание. Такой смелости не набрался еще. А хотели бы? Да, очень. В рамках акции «Крепость духа и стойкость к морозу» в семи городах страны продемонстрировали более тысячи человек. Алексей Турбов, Данил Жарко и телекомпания «Оригус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова